МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По статье 282 Уголовного кодекса возбуждения ненависти либо вражды, а равно унижения человеческого достоинства. Поводом стали материалы, которые, по мнению правоохранителя, Антон распространял через социальные сети. Дело было заведено в апреле 2018 года, но стало известно об этом только сейчас, после начала резонансного судебного процесса по делу Марии Матузной. Сам Антон уверяет, что невиновен. По его словам, его страницу неоднократно взламывали. Картинок, в распространении которых его обвиняют, он даже не видел. В Крае отменили режим ЧС в связи с паводком. Документ подписал в РИО губернатора Виктор Томенко. В нем сказано, что в связи со стабилизацией паводковой обстановки постановление от 27 июня о продлении режима ЧС утрачивает свою силу. Напомним, весенний паводок в этом году в некоторых районах был даже более разрушительным, чем в 2014-м. На ликвидацию его последствий были направлены средства из Москвы. Крайний транш составил почти 85 миллионов рублей. Деньги пошли на оказание помощи в связи с частичной и полной утратой имущества жителями региона. Более миллиона доз противогриппозной вакцины поступит в Край до конца августа. Она закуплена на средства федерального бюджета. Этого количества препарата хватит, чтобы бесплатным поставить прививки от гриппа почти половине жителей Края. Традиционно за счет государства их ставят детям старше 6 месяцев, воспитанникам детских садов, школьникам, студентам, работникам медицины и образования, транспорта, коммунальной сферы, беременным, призывникам, пожилым людям старше 60 лет и жителям Края с хроническими заболеваниями. Также вакцинации подлежат люди из категории высокого риска заболевания гриппом. К ним относятся работники сферы обслуживания, торговли и общественного питания. Всего до 1 ноября планируется поставить прививки миллиону 64 тысячам человек. Иммунитет формируется от двух до четырех недель после прививки и сохраняется в течение года. Поставить вакцину можно в течение всей осени, но самое благоприятное время, утверждают медики, именно сейчас. Это самый тот период времени, который и действительно определен для того, что если мы вакцину поставили, у нас с вами в течение двух недель формируется наработка иммунитета. Поэтому пока сегодня у нас благоприятное время, пока у нас очень хороший период времени, пока мы с вами не кашлям, не чихаем, массово не болеем, конечно, надо прививаться сейчас. В этом году экзотических видов гриппа, рассказала Ирина Переладова, в Крае не ожидается. Ситуация по прогнозу Института гриппа в регионе пока благоприятная. В Барнауле снесли уникальную детскую площадку. Почему, расскажем в традиционном обзоре изданий Сибирской медиагруппы. Четверть миллиарда рублей БИИСК намерен потратить на дороги в будущем году. Об этом пишут БИИСКи рабочие. В краевом бюджете около 200 миллионов рублей должно быть выделено Наукограду на ремонт дорог. Еще 10 миллионов составит местное финансирование. Эти средства должны пойти на ремонт улиц Советской, Бытовой, Ленинградской, больничного взвоза и других участков. В Барнауле снесли детскую площадку, которую построил военный пенсионер. Игровые конструкции из подручных материалов не отвечали стандартам безопасности. Игровая площадка на Чихачево-14 много лет была уникальной в своем роде. Пенсионер сам в гараже монтировал качели, паровозики, космические корабли и следил за их состоянием. В течение нескольких лет площадку поддерживали в нормальном виде, но недавно госинспекция признала ее аварийной. Здесь провалилось гнилое деревянное покрытие и площадку снесли. В этом году коммунальные службы решили облагородить придомовую территорию по городским стандартам. Полную историю читайте на страницах АИФ на Алтае. А московский комсомолец на Алтае сообщает, что 11 августа в Барнауле онкологи бесплатно проверят мужское здоровье. Онкологический диспансер Алтайского края, что на Змеиногорском 110, присоединится к краевой акции «Скажи раку нет». С 9 часов утра до 2 дня бесплатное обследование смогут пройти мужчины старше 45 лет. В случае обнаружения опухоли специалисты направят на необходимое обследование, чтобы поставить верный диагноз. Евгения Одаровская, Наши новости. В Барнауле ликвидировали огромную свалку, мусор с которой падал прямо в реку Опь. Вывозили бытовые строительные отходы 50 машин. Это большая свалка, это стоит глянуть под обрыв Каби, это огромные залежи. Тут, понятно, копилось не один год, но вообще мне странно. То есть, огромное предприятие мощное, да, ТЭЦ-2, вот его забор, который, конечно, вот, по крайней мере, они соседствуют с этим безобразием, да. То, что это неизвестно было никому и как-то поверить трудно. Птихийную свалку горожане организовали в промышленной зоне Барнаула на улице Бриллиантовой. Как утверждают очевидцы, за несколько лет она расползлась на десятки метров. С одной из ее сторон отходы с обрыва падали на берег Каби. Это место появилось на карте свалок Общероссийского народного фронта еще в апреле. За лето активисты вычистили площадку. По словам координатора УНФ, край Алексея Грибкова, Алтайский край, один из лидеров в стране по количеству выявленных и устраненных свалок. Сейчас на интерактивной карте 218 незаконных мест с отходами, 115 из них уже ликвидировали. Как отмечают Грибков, к устранению стихийных полигонов привлекают и представители бизнеса. К примеру, в случае со свалкой на Бриллиантовой технику для вывоза отходов предоставили заводы, строительные и энергокомпании. Сегодня футбольная «Динамо» попытается прервать безвыигрышную серию против гостей из Читы. За последние три года барнаульцы ни разу не смогли обыграть неуступчивых быков. Последняя победа датируется августом 2015-го. Тогда удалось отличиться Никите Казанцеву. Этот гол полузащитника стал единственным в матче. После того матча «Динамо» удалось свести к нищей лишь несколько встреч. Остальные, а это большая часть, наши проиграли. Для команды Сергея Шишкина сегодняшняя игра станет уже третьей по счету в стартовавшем сезоне. Ранее «Динамовцы» убрали из Кубка страны Омский Иртыш, тем самым прошли в следующую стадию. Затем в первом туре чемпионата страны сыграли в ничью с Иркутским «Зенитом» 0-0. Обе встречи в родных стенах оставили весьма неоднозначное впечатление у болельщиков. Матч против Читы начнется сегодня в 18.30. И в завершении выпуска о погоде спонсор прогноза погоды компания «Эвалар». А какой глицин принимаете вы? Принимайте глицин «Форте Эвалар». Он отличается высоким содержанием глицина, усиленного витаминами для мозга. Качество гарантировано международным стандартом GMP. Глицин «Форте Эвалар». Почувствуйте разницу. На большей территории края ясно и не жарко. 21 выше 0 в Заринске, 23 в Валейске, 24 в Бийске, Змейногорске и Рубцовске. В Барнауле ясно, ветер северный, умеренный и до 20 со знаком плюс. Напоминаю, телефон редакции в Барнауле 722-440. У меня к этому часу все новости. Полная картина дня в нашем вечернем выпуске. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»